Привет всем из Токио! Сегодня мы с вами будем делать покупки через сервис, который называется Zen Market. Это сервис, который помогает покупать товары в японских онлайн-магазинах и на аукционах. Есть и Rakuten, и Amazon, и Yahoo Shopping, и другие магазины. Rakuten, предположим, например, я набираю японские кондитерские изделия. У меня высвечиваются разные варианты из разных магазинов. Если вы хотите что-то определенное, то вы просто можете внести название здесь и посмотреть, где это может продаваться. Давайте посмотрим, как заказывать. Я заказываю тоже первый раз. Здесь описывается, что такое Zen Market. Это сервис, который помогает вам покупать товары в японских онлайн-магазинах и на аукционах. Итак, как покупать в магазинах? Добавить товар в корзину, добавить ссылку на товар с любого японского онлайн-магазина в корзину. И нажмите «Оформить заказ». Проверка заказа. Zen Market проверит цен, наличие товара у продавца и выставит счет. Оплата товаров. Когда цены будут подтвердены, вы сможете заплатить за ваш товар. Подождите несколько дней, Zen Market выкупит ваш товар у продавца. Потом нужно выбрать международную доставку. Оплата международной доставки. И последнее получение посылки. Подождите 1-2 недели, пока посылка будет доставлена по указанному адресу. То есть, это международный сервис доставляет в любые страны мира. Комиссия здесь небольшая, фиксированная. 300 йен на одну позицию товара. 300 йен это примерно 2,5 доллара. Но смотрите по курсу, потому что курс периодически меняется. Итак, я выбрала товар и жду, когда проверят цены и когда можно будет уже оплачивать товар. В Zen Market работает русскоязычный персонал. Если возникают трудности с переводом или что-то непонятно, то лучше обратиться к персоналу. Вот что я заказала. Давайте покажу вам одну единицу. Это шампунь. Здесь вот цена. И у меня перевод на русском языке. Также можно поменять, естественно, язык. Если вы владеете английским, очень удобно на английском. Здесь перевод более такой достоверный. И можно посмотреть, из какого это магазина. Посмотреть сам магазин, удостовериться, что он надежный. Я выбрала шампунь, маски для волос. Много-много разного интересного. Потом, когда придет посылка, обязательно вам покажу. Привет всем еще раз. Ну вот посылочка с моим заказом уже у меня. Вот такая вот большая коробка с наклейками, с сердечками, с надписями на разных языках. Спасибо. Упаковывать все очень хорошо. Так, чтобы это все дошло за границу. Каждый продукт был обернут в пупырчатую пленку. И также вот в такую вот большую пупырчатую пленку. Все-все было обернуто внутри. То есть все пришло ко мне в целости и сохранности. Посмотрите, какая красота. Заказала японские средства для волос. Это люксовая линейка фирмы Мульту Бена. Называется Лоретто. Вот на эти вот средства есть рефилы. Если понравится, то потом можно будет заказывать только экономичную упаковку. Упаковка из очень качественного пластика. Приятная на ощупь. И здесь используются рисунки японского художника. Вы знаете, я очень люблю красивую косметику. Здесь такой красивый дизайн, которым можно восхищаться. Будет у меня вот такое вот украшение в ванной. Ранее я пробовала уже эти средства. Я заказала шампунь для волос. Два тритмента. Один в виде легкого кондиционера, который нужно использовать каждый день. И второй это более питательный. В виде маски, которую нужно использовать периодически. Для того, чтобы хорошо увлажнить волосы. Напитать, когда они предположим пересушены. Первый это шампунь для придания объема и легкости волосам. Средство без силиконов с легким составом. С добавлением натуральных масел. Шампунь мягко промывает волосы. Можно использовать для каждодневного мытья головы. Также можно использовать даже детям. Хорошие помпы. Я думаю, что будет очень удобно пользоваться. Чтобы открыть средство, нужно повернуть помпу. И вот так вот она выдвигается. Очень интересно, как пахнет. Очень приятный, свежий запах. Шампунь я взяла в большом объеме. Здесь 600 мл. Второе средство это легкий кондиционер, ополаскиватель для волос, который не утяжеляет волосы. Оставляет их очень легкими для ежедневного использования. И средство не жидкое. Внутри оно очень такое густое. Написано, что средство снимает статическое электричество. Придаёт объем, увлажняет волосы и корни головы. В качестве ароматизатора написано, что используется розовое масло. Да, действительно, очень приятно пахнет. Похоже на какой-то парфюм с розой. Здесь входит 500 мл. И последнее средство я взяла вот такое более питательное, чтобы использовать его периодически. Предположим, раз в неделю. Сильно пропитать волосы, когда они сухие на кончиках, чтобы придать больше блеска, больше увлажнения. Вот такой тоже очень красивый солнечный флакон. Так что да, заказала вот такую вот красоту. Дизайн, конечно, просто потрясающий. Такие вот вещи можно даже заказывать в подарок. В этот раз я заказала практически всё для волос. Вы помните, я вам говорила, я хотела попробовать вот эту вот красную линейку от Libel фирмы. Тоже японское производство. Японская фирма очень известная. Она популярна очень во всём мире. И как-то в видео о ходе для волос я вам показывала уже вот такое вот средство, увлажняющее. Это дополнительная такая эссенция, которая не смывается. И мне она очень понравилась. Это уже второй флакон. Поэтому я решила попробовать из этой линейки шампунь, кондиционер и маску для волос. Средство из линейки счастья для волос я выбрала оранжевого цвета. Это освежающий аромашампунь для нормальной кожи головы. Также есть, по-моему, для жирной кожи и для сухой. А так как у меня, в принципе, кожа головы нормальная, я решила взять вот такой вот оранжевый. Бережно и эффективно очищает кожу головы. Обладает противовоспалительным действием. Придает естественный блеск волосам. Идеально для частого применения и также можно использовать даже для детских волос. И вот такой вот кондиционер. Вернее, он даже называется здесь не кондиционер, а крем. Но используется он так же, как и обычный кондиционер. После мытья головы нанести на влажные волосы. Подержать от 3 до 7 минут и смыть потом водой. В шампунь входит 600 мл. И в крем входит тоже 600 мл. Я выбрала такие вот большие флаконы. Также, по-моему, средства есть в более маленьком объеме. Я выбрала крем для ухода за тонкими. Ослабленными необъемными волосами. Придает волосам плотность, гибкость, упругость и увлажнение. Защищает от агрессивного воздействия окружающей среды. Препятствует впитыванию внешних запахов. Все названия средств я вам подпишу обязательно под видео. Поэтому открывайте и смотрите все названия. У меня волосы окрашены. Они густые, но они тонкие. И они ломкие. Поэтому я взяла вот такое вот средство. Пишите обязательно в комментариях, если вы пробовали уже. Я первый раз пробую вот эту вот линейку от Libel. Кстати, тоже очень приятный запах. Мне понравилось. И последнее средство от Libel. Концентрированная аромамаска для интенсивного восстановления волос. Темно-бордового цвета. Это уход для именно уже сильно поврежденных волос. То есть, также я буду использовать шампунь и крем каждый день. И вот эту вот маску, думаю, что буду делать периодически. Вот такая вот она внутри. Очень густая. Запахи, кстати, очень приятные. Средство рекомендует также наносить на вымытые волосы. Распределить по всей длине волос. Подержать несколько минут и смыть водой. Использовать можно 1-2 раза в неделю. Маска рассчитана только для самих волос. На корни головы ее не рекомендуется использовать. И в баночке здесь 170 грамм. Я заказала еще одну линейку. Называется она Botanist. Шампунь для волос, кондиционер. И также вот такое жидкое мыло для тела. Вот эти вот средства, они сейчас очень популярны. И как вот здесь вот написано, что они уже набирают свою популярность и во Франции, и в Америке. Здесь вот такие вот наклеечки, которые снимаются и на шампуне, и на кондиционере. И сама упаковка вот такая вот лаконичная. Прозрачные баллоны. Очень хорошие помпы. Помпы, кстати, всегда очень хорошие в японских фирмах. Витаминный комплекс для волос на 90%, состоящий из натуральных компонентов. И я выбрала для сухих волос. Прозрачный шампунь, абрикос и жасмин. И третий мин яблоко и ягоды. Вот эти вот два средства я сегодня уже попробовала. После того, как распаковала посылку, мне очень было интересно попробовать. И мне очень понравилось. Ну, по крайней мере, с первого раза сегодня я помыла волосы именно ими. Они придают объем, легкость. Волосам прекрасно промывают волосы. Абсолютно их не утяжеляют. Тоже им дают настоящий блеск. Эти средства также без силиконов. 90% натуральный состав. Приятный, кстати, очень запах. Мне тоже понравился. Я выбрала для сухих волос. Также есть для жирных. Производство Японии. 490 мл входит. Шампунь прозрачный. И весь этот комплекс, он не содержит никаких красителей. В состав шампуня входит экстракт кукурузы, экстракт сахарного тростника. В состав маски входит натуральные масла, масло фундука и авокадо. И последнее, это гель для душа. Видите, в Японии они любят вот такие вот наклейки. Клеят на очень многие продукты. В принципе, когда вы снимаете, получаете вот такую вот красивую лаконичную упаковку. Роза и белый персик. Ой, какой приятный. Ммм, насыщенный и в то же время не тяжелый такой свежий аромат. Запах мне очень понравился в этих средствах. Приятный. И также написано, что мягкое очищение, натуральный состав не сушит кожу. Производство Японии. Здесь у них и Фейсбук, и Инстаграм даже есть. И последнее, что я заказала, это две вот таких вот помады от японской марки Косе. Они очень красивые. Я вам покажу их поближе. Вот так вот они упакованы. Вот эти две помады я хочу подарить своим подписчикам. Поэтому в ближайших видео, я думаю, я сделаю обязательно конкурс. Куплю что-нибудь еще интересное для вас. Давайте посмотрим, какая упаковка. Это марка Косе. И это известные, популярные очень их помады с розой. Очень, конечно, красивое оформление. Здесь внутри сама помада сделана в виде розы. Золотистого нежного цвета колпачок. И внизу розовое золото. Сделано выпуклыми, как будто это розы, цветы. Красивое, очень милое оформление. И марка Косе, она известная, в общем, в Японии, популярная. Это увлажняющая, ухаживающая, разглаживающая помада. В состав входит мед, сквален, масло ши и гиалуроновая кислота. Два неярких оттенка. Один это розовый, 882 номер. И второй бежевый, 380 номер. Ссылки на сервис Zen Market я вам оставлю под видео. Если захотите сделать какие-то покупки в Японии. Я надеюсь, вам видео понравилось. Надеюсь, оно было информативным. Я с вами на этом прощаюсь. Всем до свидания из Токи. Субтитры создавал DimaTorzok